Добрый день, друзья! И хотел бы поговорить о том, почему вообще надо ехать с одной Австралии с Александром Петровым на докторантуру. Вы знаете, что мы честно, я честно с вами поделился всеми сомнениями о докторантуре в Австралии и сказал, что очень многие вещи нам придется выгрызать буквально из горла тех людей, которые должны нам принести были это в клюве. Но мы выгрызем, мы не собираемся платить большие деньги, мы собираемся кое-где и кое-когда делать это на грантах, и мы собираемся делать это лучше, чем другие. Почему? Потому что нам нужна виза глобального таланта, хороший заработок, хорошее будущее, слава и многое другое. Мне нужны студенты, больше студентов, а для этого нужен ваш успех. Итак, какие у нас преимущества? Первое, у нас уже есть система, где агенты, преподаватели, менеджеры, студенты, все вместе работаем как единое целое. У нас есть одна Австралия, у нас есть система. И это наша, и это у нас уже не отнять. У нас есть устоявшиеся связи, которыми я обрастал в свое время, которыми мы, наша система обрастала. В том числе и министр оборудования Джейсон Клетт. Даже если он не будет в будущем, через 2-3 года, год, он перестанет быть министром оборудования и пойдет на повышение, например, на понижение Джейсон никогда не пойдет. Я вам скажу, это человек, который очень твердый и своего всегда добивается. Посмотрите, насколько он опередил либерала, который пытался его сбросить с места. Он набрал более чем в 2 раза больше голосов. Этот человек умеет бороться, и у него отличное природное знание вот этого нетлокинга. Он знает, что делает. Так вот, это связи, и у нас эти связи есть и в индустрии, и с правительством, и с учебными заведениями. У нас это все есть. Нам не надо начинать с нуля. Третье. У нас есть понимание, как работает докторантура, в том числе и в Австралии. Мы вообще с некоторыми университетами работаем только на исследовательских программах, потому что мы понимаем, что исследовательские программы – это будущее, это будущее людей, это будущее этой страны. Мы это понимаем. Сложно, да, сложно, но лучше сейчас перетерпеть, но завтра терпите не вы. Вы потом придете к нам, когда все эти этапы пройдут, когда первые наши студенты хлебнут, в общем-то, проблем, хотя на других программах они бы хлебнули намного больше, но они хлебнут какие-то проблемы, но они прокладут, проложат вам лыжню. Ваша очень светлая, скользящая, как по накатанной дорожке на будущее. Поэтому я сам делал докторантуру. Правда, я делал ее в России, то есть в кандидатскую диссертацию, и даже не завершил, но зато я делал на том уровне, на котором вы, ребята, здесь это крайне редко делаете. Даже в свое время у меня был уровень, извините, но менеджмент, какое-то образование, это по сравнению с химическими технологиями, но совсем другое, даже не буду обсуждать. У нас есть много грамотных студентов, которые подходят под докторантуру, и поэтому мы вот так вот делаем сейчас набор кадров. Другое дело, я бы мог бы его удесетерить, и у меня есть люди. Я просто не хочу рисковать людьми, когда я точно не уверен, как будет проходить учебный процесс, и какие деньги люди будут платить. Мне надо, чтобы они не платили больше 20 тысяч. Хотя других университетов платят и по 40, и по 35 тысяч, даже не задаются вопросами. А я хочу, чтобы мои студенты платили не более 20 тысяч, и когда этих гарантий у меня нет, начинается драка. Они меня не понимают, то есть университет меня не понимает. Кто-то поймет, потому что они уже подсели на наших грамотных и умных студентов. Кстати, еще одно преимущество. Я вообще-то не зациклен на зарабатывание денег. У меня очень низкий коэффициент полезного действия на каждый час затраченный, или каждый доллар затраченный на создание вот этой системы, на вашего обучения на докторантуре. Никто из агентов этим заниматься не будет. Вот как? Вот, допустим, агент рассчитывает, я потрачу, допустим, в неделю 40 часов и зарабатываю в итоге, ну, предположим, тысяча-две тысячи долларов. Я не буду работать 80 часов, чтобы заработать 800 долларов, потому что это ниже моего достоинства и так далее. Плевать. Здесь главное достичь цели. Мне главная красота бизнеса. Мне главное достичь того, что другие не смогут сделать. У меня нет жадности к деньгам, и ее нет у Алексея Чехунова. Потому что поэтому в связке с Алексеем и с теми ребятами, многими, которые идут, мы большая сила. И мы имеем достаточно хорошее образование. Вы просто спросите, какое образование у меня, какое образование у Леши Чехунова. И спросите вот у тех, которые там подвязались на теме образования в Австралии. Просто спросите, какое образование у них здесь и там, откуда они приехали. Я надеюсь, вы не будете обращаться к людям, которых три руководителя, и ни один из трех не нет, ни российского, то есть зарубежного, ни австралийского высшего образования. Как они вообще могут готовить людей к докторатуре? Как можно учить курице, утку плавать? Спасибо.